Чтобы остановить немецкие танки, Ватутин решил им навстречу бросить свои танковые резервы. Сильнейшей из них была 1-я танковая армия Катукова. Первые столкновения с наступающими новыми немецкими танками обескураживали. Огромные потери армии вынудили Катукова высказать Ватутину свои сомнения. Однако ответа не последовало. Скрепя сердцем, Катуков продолжал собирать силы для броска вперед, когда в его штабе раздался телефонный звонок. Сталин просил высказаться о возможных вариантах действий. Катуков предложил использовать танки для ведения огня с места, из засад, чтобы, подпуская машины врага на расстоянии 300-400 метров, уничтожать их прицельным огнем. Сталин некоторое время молчал. «Хорошо», — сказал он наконец, — «вы наносить контрудар не будете». Танки Катукова заняли оборону рядом с артиллерией и пехотой. Находившийся на соседнем участке Сталинградский гвардейский танковый корпус генерала Кравченко действовал в точности по приказу Ватутину. С полномочиями от командующего армии к генералу прибыл полковник Никифоров, который, угрожая оружием, требовал идти в контратаку. Немецкие танки нужно было остановить любой ценой. Прямолинейное исполнение приказа привело к трагическим последствиям. Корпус Кравченко пошел в атаку, но немцы обошли его с флангов и замкнули круг. От полного разгрома корпус спасло лишь то, что кольцо окружения оказалось неплотным. Ночью танки Кравченко, потеряв больше половины машин, смогли с боем прорваться к своим. На севере Рокоссовский также отдал приказ на контрудар. Утром следующего дня после начала немецкого наступления 2-я танковая армия генерала Родина контратаковала немецкий танковый клин. Но и этот ответный удар успеха не принес. Спустя несколько часов советские танкисты отошли на исходные позиции. Ближе к вечеру, под проливным дождем, в атаку перешел еще один корпус и вновь безрезультатно. Потери были меньшими, чем у Ватутина, но несколько десятков «тридцатьчетверок» остались чадить густым черным дымом на раскисшем поле. Танковая армия Родина также перешла к обороне, и вскоре эта тактика принесла результаты. Модель ввел в бой свежую танковую дивизию из своего резерва. Изучив обстановку, он нацелил ее на слабую точку советской обороны – село Теплое. Однако командир корпуса генерал Лемельзен, которому подчинили дивизию, свел все танки в одну бригаду, атакуя крупной массой техники на узком участке фронта под Ольховаткой. Здесь их и встретили замаскированные советские танки, и атаки немцев разбились о советскую оборону. Другой ключевой точкой сражения на северном фасе стала железнодорожная станция «Паныри», от которой остались лишь руины. Для ее штурма немцы создали группу «Каль» из уцелевших фердинандов и самоходок «Брумбар». Купе удалось прорваться глубоко в тыл советским частям, оборонявшим станцию. Однако здесь немецкие танки попали в огневой мешок нескольких противотанковых артполков. Огневой мешок, то есть обстрел танкового клина с трех сторон, организовывали за счет так называемых «заигрывающих орудий». Открыто ведя огонь, они привлекали танки врага на себя. Те, двигаясь к орудиям, попадали под боковой обстрел противотанковых батарей, находящихся в укрытии. От артиллеристов требовалась огромная выдержка и мужество, чтобы подпускать атакующие танки на дистанцию 200-300 метров, с которой пробивалась их броня. Группа «Каль» была остановлена. Ни под Ольховаткой, ни под Панарями немцы успеха не достигли. Уже на пятый день битвы наступление модуля на северном фасе Курской дуги практически остановилось. Задачу измотать противника Рокоссовский выполнил, и теперь настало время думать о наступлении. Жуков по телефону в разговоре со Сталиным назвал дату его начала – 12 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова